Здравствуйте дорогие друзья, с вами Розе. Спонсор данного ролика является клан OG преждевременного показа. Итак, у меня появился скилл Метеор. О боже, какой он офигенный. Просто до 8 врагов, урон огнем. Конечно, потребление МП, руда духа, 3 штучки. Так, давайте посчитаем просто 3 штучки, да? КД 12 секунд, 5 раз в минуту Метеор, да? 15 руды духа в минуту. Умножаем 15 на 60 минут, получаем 900 руды духа. Если я не ошибаюсь, 1 руда духов стоит 403 адены. Час уходит, 362 тысячи аден. Ну, я засекал там, вот сейчас, со всеми включенными скиллами. Скилл восстановления заклинаний, очень крутой скилл. Снежный шторм, как бы снежный шторм, Кто с самого начала играет, то его давали бесплатно в паке. То есть не в паке, а в сезонном пропуске. Там был, вроде бы, снежный шторм. Восстановление заклинаний. На выбор 3 книги и кристалл иния. Аденовский скилл. Его, как бы, тяжело достать. Он там, ну, выбивается много где, но... Как вы знаете, что с выпадением краснухи в игре проблемы с обычных мобов. То даже с РБ. То кристалл иния очень дорогой. Вот даже сейчас, давайте посмотрим. А его и нет. Ну, кто-то продавал его за 13 тысяч кристаллов. Вроде бы. Я бы отправился в прошлое и взял бы кристалл иния. При прохождении пропуска могли получить красный скилл на халяву. Считайте на халяву. Ребята. Все же знают, да, что... Вот в поручении жреца... Вот такой сундучок за 15 миллионов хонора. И в нем... Есть на выбор... В сундучке сундучок. И в сундучке 3 книги. Вот намага. Хаос. Гравитация. Метеор. Мне нужен метеор, чтобы нормально качаться и фармить. Нормально фармить силиходан. С профитом. Очень офигенным. Сочетание с восстановлением заклинаний. Очень крутая штука. Вот сказать, что в каче метеорит очень крутая штука. В фарме Адены нет. Он только будет вас загонять в минус. Фарм Адены. Я не знаю, где лучше фармить. Но я до сих пор фармлю Адену на четвертом этаже Лоа. Вот я выключаю... Оставляю снежный шторм. Вот эти два скилла. И удар пламени. У меня где-то выходит... 3 900. 3 900. Ну, там минус где-то 500 тысяч расходка. То... Ну, 3 300 час, наверное. Такое более-менее я... Получается, если я отстаю там 8 часов, то я скупаю весь магазин, что нужно. Вот, к примеру, карты. Кристаллы души. И 2 свиточка энергии Энхасад. Видео вообще записывает тесты Метеора. Вот видите мои статы. 94 урона. Потому что я на Таркае. Если был бы на Каспаре, то у меня было бы минус 5 мах урона. Потому что Таркай, он как бы... Ну, как Мастер Чу говорил, то это типа ПВП карта. А, Каспар, типа, это ПВЕ карта. Ну, я бы не согласился. Потому что... Вот тут на Каспаре стоять. Я делал замеры в замке. Таркай и на Каспаре. То... Меня очень удивило. Вот вы видите на экране замеры с Метеором и без Метеора. Ну, это не на моей топовой... Ну, не на моей любимой локации, где я всегда люблю стоять. Потому что... Ждать, пока там кто-то уйдет с той локации, там его... Писать ему, ждать. Вот это долго. Я там около дубца одного поставил. То видим, что на Таркае и на Каспаре, то... Таркай... Таркай... дышится. Второй там восемнадцать. Третий восемь. Ну, ради только удар... Удар пламени, как бы... Я не знаю. Я не думаю. Ради удара пламени... Вот вы сами видите замеры... То... То... В чем... В чем прикол? Вот, к примеру, Таркай, он выигрывает Каспара в том, что у него лечение круче. Пробужденные скиллы. Снижает расход МП. Увеличивает эффект лечения. Увеличивает МАГ урон на 5. Ну, и... Увеличивает МАГ с МП, там, на 300, я не помню. А вот... Каспар... Увеличивает шанс срабатывания умений. Замешательства. Ну, которого у меня нет. Дополнительно снижает точность. Вот и пойми. Вот те говорили, что это вроде ПВЕ карта, но... У него пробужденки на ПВП, как бы. Я не знаю, что я мобам тьму буду кидать или что. Вот скорость атаки. Все, у него просто увеличивается скорость атаки. По сравнению с Таркаем, он... Снижает расход МП. Я не говорю за легендарные, потому что... И все... Пробужденки синих карт. Которые есть у Таркая и у Каспарова. Я не говорю за Фиол, то что мне никогда, наверное, не будет Фиола. Я говорю за вот эти две карты. Я замерял их. Примерно 0.15-0.10% прирост. Что очень круто. Ну, смотри, где стоишь. Как поставишь перса. Мою аденочку тырит. Моих мобиков тырит. Из-за этого мой перс куда-то убегает. Непонятно куда-то, что ему мало мобов. Он пытается бежать за другими мобами. Это меня бесит. Так, немножко отошли от темы. Насобираете 15 миллионов хоноров, то берите Метеор. Если вы фри игрок, как я, то Метеор вас бустанет просто неимоверно. Если у вас примерно такие показатели, как у меня. Вот. Видим 89, 156. Мах точности. То Метеор бустанет вас просто неимоверно. Вы сможете стоять в Силиходен. Спокойненько. С осочками, но спокойненько. Без такой бешеной затраты банок хп. Наконец-то я могу стоять в башне дерзости на первом этаже. Ну, мне там надо 2000 банок. Где-то на 50 минут. Но все равно, теперь я там неплохо стою. И там неплохо падают быстро мобики. Очень круто. Потому что без башни дерзости развиваться очень сложно. На Биоре на воде 5 миллионов адены. Час идет. Ну, минус расходка, минус ляма расходки в час где-то. То 4 миллиона адены за час. То очень круто. Там Силихода не еще не замерял. То, что там тоже было забито ночью. Ну, если вы... Такой фри игрок, как я. То берите Метеор. Не пожалеете. Если видео было полезно для тебя. Ставь лайк. Подписывайся на канал. С вами был Розе. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.